Ненецкий округ занял нижнюю строчку в рейтинге российских регионов по организации детского отдыха, набрав всего 4 балла из 21 возможного. Вместе с нами в аутсайдерах оказались Республика Тывачу, Котка, Ингушетия и Дагестан. У них по 5 баллов. Возглавили рейтинг Москва, Краснодарский край и Свердловская область, набравшие по 17 баллов. Об этом говорится в исследовании социального навигатора «МИА Россия сегодня». Отмечу, что в рейтинге участвовали все регионы Российской Федерации, которые оценивались по 12 критериям. Максимальная оценка региона могла составить 21 балл. При составлении рейтинга использовались данные, опубликованные на сайтах региональных органов исполнительной власти, а также сведения из Росстата и других открытых источников. По мнению авторов исследования, причиной низких оценок стали, в частности, некачественно заполненный реестр, отсутствие информации о кадрах и лагерях для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы провалили один из показателей по сравнению с той же Чукоткой. Это нахождение реестра самого в легкодоступном месте. То есть сайт органовласти, департамента, этот рез находится на нашем сайте. Сайт департамента образования входит в структуру администрации. То есть вот этот вот путь поиска реестра оказался очень сложным. Но при этом, в отличие от Чукотки, мы получили один балл за количественные и качественные показатели. То есть по итогам летней кампании у нас рост контингента, рост количества детей, которых мы оздоровили как на территории субъекта, так и вывезли. То есть именно в этом, на наш взгляд, в принципе, и заключается результат нашей работы. А не в том, что этот реестр, который, в принципе, даже никому не интересен, нельзя найти там, неудобно найти на сайте. По словам Натальи Сидоровой, в связи с малочисленностью населения и в силу климатических особенностей субъекта, нет необходимости в создании на территории региона стационарных учреждений для отдыха или оздоровления. В том, что отдельные показатели рейтинга не учитывают специфику регионов Крайнего Севера, а потому не являются объективными, согласно и руководитель департамента образования, культуры и спорта НАО Лина Гущина. Несколько спорный момент о том, что у нас нет службы именно вожатской, так как у нас в субъекте, вы прекрасно знаете, что у нас нет на настоящий момент высших учебных заведений, но тем не менее у нас ребята прошли обучение, и у нас служба вожатых была в этом году впервые организована. Дальше хотелось бы отметить, что у нас существенное увеличение прошло как по выезду детей по линии департамента здравоохранения и социальной защиты населения, так по охвату летними площадками у нас в субъекте. Если у нас в прошлом году было всего 26 площадок, эти площадки были организованы на базе учреждений образования, то есть всех школ, округа. Также еще было две площадки дополнительно у нас организованы на базе труда и музыкальной школы. Были организованы и профильные площадки как для одаренных детей, так и для детей, занимающихся спортом на базе труда. То есть коэффициент охвата у нас детей летними площадками был увеличен. Лина Гущина также отметила, что в этом году при поддержке и попоручении губернатора была увеличена сумма питания детей, занятых на летних тематических площадках. Организации учреждений округа работали в тесном сотрудничестве, что позволило сделать досуг детей максимально насыщенным и полезным. В таком же режиме работали у нас все учреждения на селе. То есть тесная связь была между образовательным учреждением и учреждением культуры. Также в этом году до 13 тысяч практически увеличилось число детей, которые посетили именно мероприятия, проведимые в рамках культурных каникул. Здесь учреждения, то есть когда были закончены летние площадки в школах, и образовательные учреждения должны были готовиться к новому учебному году, на базе всех домов культуры на селе и в городе у нас были проводились мероприятия в сфере культуры. То есть называемые традиционные культурные каникулы. И этот охват мы также увеличили в этом году. В этом году увеличилось и количество путевок для участия окружных детей в профильных сменах в федеральных центрах, таких как «Океан», «Артек» и «Орленок». Здесь наши дети также выезжают. Выезжают профильные смены для одаренных детей, где нам предоставляются федеральным центром путевки на бесплатной основе. Мы компенсируем за счёт регионального бюджета именно проезд детей к месту отдыха и обратно. То есть эта работа также организована, и также я подчеркну, что эти профильные смены сейчас будут продолжены. В целом, как отметила Лина Гущина, в округе принимаются значительные меры по организации летнего отдыха и оздоровления детей. И это нельзя не принимать во внимание. Как и специфик Украйнего Севера, который явно будет уступать по отдельным показателям районам с наиболее благоприятными климатическими условиями. Что касается реестра, который вызвал замечания у авторов исследования, то его департамент намерен доработать.